Всем привет, с вами Сенсей, и вот выходит долгожданное видео про мой автофарм. Данный автофарм есть только у меня, есть похожие на него, но именно такого нет. А теперь давайте перейдем к его постройке. Для начала берем любой блок и ставим его в два слоя, потом нижний блок удаляем. Теперь растягиваем данный блок в ширину на 12 блоков, а в длину на 54 блока. Теперь красим для красоты. Теперь строим стенки по бокам. Вот так должно получиться. Теперь ставим вращение блока на 15 и ставим блок как на видео. Высоту два блока в длину 38 блоков. Теперь то же самое делаем с другой стороны. Теперь снизу строим платформу. В ширину 80 а в длину 28 блоков. Тут тоже строим стену. В длину строим 30, а в высоту два блока. С другой стороны то же самое. Вот так должно получиться на данном этапе. Тут опять строим платформу. В ширину 130 блоков, а в длину 44 блока. Вот так должно получиться. Теперь давайте строить конвейер для фарма. Берите любой блок протягивайте на нужное вам расстояние. Я протяну на 4 блока. Теперь ставьте по одному блоку по бокам. Далее ставьте масштаб на 0,2 и максимально уменьшайте блоки как на видео. Теперь просто стройте дорогу на все блоки, что у вас есть. Теперь сохраняем это все. После сохранения ставьте стул к окна видео. Другой стул примерно сюда. Теперь садимся на стул. Берем блок клея и ставим как на видео. Блок обязательно должен заходить на часть платформы. Теперь удаляем стул и у всей платформы отключаем фиксирование. И бежим садиться на стул. Так, чуть-чуть не равно. Чтобы было равно выключаем коллизию и немного переставляем стул. Вот так пойдет. Теперь включаем коллизию и ставим любой блок к платформе, чтобы она стояла на месте. После того как мы поставили платформу туда, у нас появились лишние блоки. Этими блоками продлеваем наш конвейер насколько это возможно. У меня блоков много, поэтому я просто буду копировать. Вы можете копировать разными способами, но мне лень куда-то улетать и что-то ставить. После этого строим пять блоков лестницы вверх. Сверху ставим стул как показано на видео. Теперь бежим к конвейеру и ставим стул лицом на лестницу. Дальше садимся и ставим блок клея в себя так, чтобы он заходил на конвейер. Удаляем стул. Теперь выделяем весь конвейер и выключаем фиксирование. После бежим на лестницу и садимся на стул. Теперь выделяем любую часть конвейера и включаем фиксирование. Теперь лишние блоки можем удалить. Теперь бежим делать скользящую дорожку. Ставим два блока, потом ставим ракету и скорость турбины ставим на 50. Теперь ставим кресло пилота и садимся. Удаляем нижний блок. Выделяем данную конструкцию и выключаем фиксирование. После этого выделяем блок и нажимаем на клавиатуре клавишу F и сразу ставим фиксирование. Удаляем ракету и протягиваем блок до начала нашей платформы и растягиваем по краям. Теперь немного убираем сверху, чтоб не выпирало. Проверьте, чтоб все работало. Теперь удаляем этот блок и ставим портал на конец скользящей платформы. Какая-то гусеница приползла. Теперь ставим портал на платформе, как и на видео. Теперь немного двигаем вниз, чтоб не выпирал. Теперь нам нужно активировать наш конвейер. Для этого ставим ракету и к ней ставим кресло пилота. Теперь везде выключаем фиксирование и нажимаем клавишу F на клавиатуре и сразу ставим фиксирование. Обязательно поставьте фиксирование на любой части платформы. Все, убираем ракету и проверяем, чтоб все работало. Вот наш автофарм готов. Теперь прыгаем на скользящую дорожку. Вначале автофарм начинает работать. Как видите все отлично работает, можно убрать платформу под карту, но мне и так нравится. И вот, как видите автофарм сам работает и приносит по 70 золота. Если вам понравилось данное видео, то подпишитесь на канал и поставьте лайк. Это мотивирует снимать для вас новые видосы. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.